Ты считаешь себя нагибатором Хорна Тавас по рельсе? Тогда у тебя есть отличная возможность попытать свою удачу, либо свой скилл в новом турнире за скиллет. Это уже третий турнир по соло рельсе. Хорна Тавас по рельсе один на один с призовым фондом в 10 тысяч рублей, а именно первое место может заработать 5000 рублей за победу, второе соответственно 3 и третье место 2000 рублей. Вся подробная информация, ссылочка на дискорд сервер, в котором вы можете зарегистрироваться в данном турнире в описании. Поэтому переходим, регистрация до 28 числа, до 8 часов вечера по московскому времени. Сегодня в выпуске. Подробнее рассказываем про модификации. Анонсируем долгожданную квест игру. Скажите, как там по громкости? Нормально вот сейчас как стоит? Или сделать может погромче, потише? Скажите, что там сделать? Продолжаем переделывать пушки. Всем привет! Знаете, какой тип вопросов был самым популярным под прошлым видеоблогом? Правильно, про модификации. Очевидно, что часть игроков не стали разбираться в изменениях, а просто решили, что мы обнулили или занизили их пушки и корпуса. У меня вот сейчас просто очень интересно, очень интересно, как они будут отмазываться. Сейчас я начну рофлить, наверное, прям вообще по-дикому. На самом деле это совсем не так. Все характеристики ровно те же самые, что и раньше. Поменялись только названия модификаций. Но давайте для понятности разберем на примере. Допустим, у вас были огнемет М1 и рикошет М1. После обновления вы получили огнемет МК-5, а рикошет только МК-2. Как же так? Где обещанный баланс? Дело в том, что переход будет индивидуальным... А что, серьезно? Вот такая темочка была? То, что у тебя была... Жига М1 стала МК-5, а был рикошет М1, стало МК-2? Что это за прикол? Только МК-2. Как же так? Где обещанный баланс? Все за рофл. Дело в том, что переход будет индивидуальным для каждой пушки. Так, у огнемета и рикошета М1, в зависимости от уровня прокачки, есть возможность перейти как в МК-2, так и в МК-5. И если огнемет был у вас прокачен до 8, то он станет МК-5. А если вы только получили М1 и не прокачили... Не, я думал просто, знаете, как без прокачек, все без прокачек, и типа переходит с М1 на МК-5, и типа на рикошет без прокачек переходит на МК-2, я думал, что это бред вообще какой-то. То он станет только МК-2. Главное, что урон, скорострельность, скорость поворота и остальные статы остались точно такими же. Если бы мы делали переход так, как вы подумали, то есть модификация в модификацию, то конечные характеристики для большинства игроков бы уменьшились. Посмотреть на все варианты вы можете в таблице сопоставлений и модификации в нашей танковой энциклопедии. Ссылку на нее мы оставим в описании. Не, ну это одно из самых печальных обновлений, которые начались в 2020 году. Вот типа они сейчас, я так понял, что все, про МК больше... А, или будет он еще говорить про МК? То есть если вот на этом все, что они сказали про МК, то это просто тотальный провал. Просто тотальный провал. То есть они... Ладно, давайте посмотрим, а дальше я скажу. Если они про это не скажут, то... У меня сейчас сгорит. Если они не из-за баланса игры и зараннего доступа к поздним модификациям, то здесь есть один важный момент. До ребаланса вы могли получить максимально мощный танк на Уоррент-Офицере 5. После ребаланса некоторые комплекты давали такой же ранний доступ. Сейчас в некоторых случаях МК-7 можно получить на этом же звании. Вот только текущий МК-7 отличается от МК-1 по основным параметрам урона и защиты всего в два раза. В то время как М3 второй линейки отличались от М0 первой линейки в три раза. Это значительно менее слабый удар по балансу игры, чем кажется. Он вот сейчас рофлит или что? То есть, вот он сейчас вот это вот сморозил? Он вообще подумал своей головой то, что те челики, которые будут новые в игре, у них не будет возможности этой же самой. Вот один взял челик, который был выкачан с М2, например, фуловым, да? Ему дают МК-7 на уорренте. А другой, который с нуля начнет играть, он никак не сможет такого же добиться. Никак. То есть, у него комплекты там будут? Окей. Но этот комплект будет МК-5. Там МК... Ну, типа, невозможно будет сделать так. Это просто невозможно. Из-за того, что у тебя было МК выкачано. То есть, у тебя микропрокачки были выкачаны на М2 вооружение. То есть, у тебя получилось сейчас МК-7, и ты выкачиваешь его на МК-8. Типа, что он несет? Текущий переходный период в любом случае временное явление, и скоро баланс восстановится вашими собственными усилиями игрой на таких аккаунтах. Ой, боже. Ну, он, типа, вот, дал намек на то, что, типа, вы прокачаете эти аккаунты, и поэтому новые игроки не заметят. Но он, ну, ну, это просто отмазан. Это просто отмазан. Все же понимают, что есть большое количество аккаунтов в игре, которые остаются на этих званиях. А потом выходит такой, например, ивент, как ДМ-турнир. Потом, ну, что-нибудь еще такое крутое, интересное, да, где эти аккаунты включаются, и когда челик зайдет, который там в игру играет в месяц, и увидит МК-8 вооружение, а у него там будет МК-3, МК-4. Нормально, да, будет ему? Прям вообще супер. Бомба. Просто бомба. Просто бомба. В то время, как большинство недоумевают по поводу модификаций, есть и те, кто хотел бы откатить их до первой модификации. Не спрашивайте, почему, просто паркурщикам так надо. Так вот, мы готовы это сделать. Если у вас есть прокачанный ВАСП, то пишите аккаунту downgrade.vasp.mk1 на нашем форуме сообщение «Откати мой ВАСП». Заявки принимаются до 5 утра по Москве 30 января. Давайте я тоже себе откачу что-нибудь, не? Го, откатимся по вооружению, неплохо-то. Кто-то ВАСП откатывает, а я буду откатывать. Ну что, можно мамонт откатить, чисто так, по приколу. Что-нибудь еще откатить. Что мне не надо. Нормально будет? Порой. После этого мы перестанем их принимать и сделаем откат для всех пожелавших. И тут есть три важных момента. Во-первых, после 30-го числа станет поздно. Повторять это мы не будем. Во-вторых, откат произойдет безвозвратно. Передумать после и вернуть все назад уже нельзя. Так что хорошенько подумайте заранее. В-третьих, откат произойдет до МК-1 в нулевой прокачке. Ссылка, куда писать, находится в описании. Вы ждали этого целый год. Новая квест-игра стартует 30 января. Целый год ждали. Уже все прошло. Все ивенты, все прошло. Они делают игру. Что это такое вообще? Она продлится пять дней, и каждый будет непростым. При подведении итогов будет учитываться не только сам факт правильного ответа на главный вопрос дня, но и время, за которое вы найдете этот ответ. Так что придется поднапрячься. Зато вы не только получите удовольствие от разгадывания наших сложных загадок, но и главный приз. Регистрация на игру откроется в 12 часов по Москве 29 января. Килджи-то уже пиарят. Это чисто намек, да, друзья? Типа, кто выиграет? Чисто намек. Да-да. Можешь тоже написать. Как вы думаете, кто выиграет? Выиграет 30 января. По окончании у вас будет еще один день, чтобы дать ответы на все вопросы. Победители будут объявлены 5 февраля. Главными призами будут танк мечты и смартфон. Но ими призы не ограничатся. Подробнее про правила игры и призы... Смартфон какой? Опять Ноки? Нагибаторская Ноки? Вы можете прочитать по ссылке в описании. Наш новый клиент наконец-то... Боже, я только смех пробивает, смотря такие видосы. Ну просто смех. Ну это просто что это? Прибыл. Да-да. Тот самый, который поддерживает дискретные видеокарты в ноутбуках. Есть и еще один плюс. Теперь вы можете включить анизотропную фильтрацию в настройках. Для тех, кто не в курсе, скажем, что анизотропная фильтрация – это технология, которая позволяет сделать более четкой ту часть картинки, что находится на удалении от вас. Она уже достаточно давно применяется в играх и дает очень хорошие результаты. Вы можете включить ее в настройках... А вы видите изменения? А, типа вот эти вот следы четче становятся. Сама дорожка эта четче становится. Ну такой-се. Не особо, если честно, заметно. Я уж думал, там будет, знаете, как на... Там домик как-то будет по-другому смотреться, прям вдали. А тут... Ну, шляпа. Графики в игре и выбрать значение от 1 до 16. Чем выше значение, тем лучше выглядят все отдаленные объекты и окружение, но тем выше и нагрузка на ваш компьютер. Так что поиграйте с ползунком и выберите самое подходящее... Ого! Где-то я вот знаю вот этого человека, который умеет вот это вот... Любитель. Покрутить вот эти кубики. ...для вас значение. Только помните, что изменения вступают в силу после перезахода в битву. Другое техническое изменение в нашем клиенте касается боевого чата. Ранее отправка сообщений в чат во время сражения приводила к резкой просадке производительности, что совершенно никому не нравилось. К тому же это позволяло троллить всех... Это, наверное, у Аветиса было. Просадка компьютера, FPS падает, как только в чате. Пишет пару-тройку сообщений. Это смех, это уже какой-то смех, боже. ...ыгроков, находящихся на карте. Теперь же этот досадный баг мы отловили и исправили. Больше ничто не будет отвлекать вас во время игры. Помните, когда мы рассказывали про переделку гроб... Чисто сделали обновление под Аветиса, я понял, тупо. Сука, рука. Так вот, тогда мы упомянули о том, что в скором времени эта же участь коснется и всеми любимую Смоку. Если вы уже напряглись, то расслабьтесь. Мы взялись за вулкан. Как и в случае с Громом, изменения коснутся... То есть, смотрите, они говорят, что они хотят переделать Смоку, и то, что она скоро выйдет. И теперь они делают вулкан. В чем логика? Объясните мне, пожалуйста. Так вы сделаете уже, может быть, вас по Смоку, а потом приступаете за вулкан? Для чего вы? Типа это знаете как? Так, у нас сегодня акция, но через время... Так, а акция как бы останавливается, мы делаем другую акцию. А про эту пока забудьте, друзья. Ну что это будет за бред? Что за ровно? Сейчас пулемет стреляет, по сути, лазерным лучом, который имеет постоянный урон по времени. После изменения это будут отдельные выстрелы, то есть много снарядов, выстреливаемых за очень короткий промежуток времени. И урон теперь станет считаться от каждого попадания. При этом снаряды — это именно снаряды. А что это значит? Правильно, на них будет действовать баллистика. Снаряд станет долетать не мгновенно, а через какое-то время. К тому же его убойная сила начнет снижаться на больших расстояниях. Планируется и еще пара изменений, типа отмены постоянного давления на свой танк и танк соперника. Изменения типа выстрела требуют и дополнительной работы. Так, для обновленной механики стрельбы мы полностью переделываем все звуки. Ну, гулять-то гулять, подумали мы и решили, что с выходом обновления... Ничего не понял, но очень интересно. Прям очень интересно. Картинка станет приятней, да, типа, круто. ...вулкан получит и новый ультра-скин. Тот, что с повышенной детализацией, анимациями и эффектами выстрелов. Завершился 12-й межклановый чемпионат. Поздравляем... Опачки! А вот это уже интересная информация. Смотрите, кто играет. Кто здесь, а? Что-то знакомые краски едут. ...чемпионов клан Пингвинс. Они весь год провели активно, побеждая в крупных турнирах под руководством своего капитана Final Stage. Им покорились турниры Setups и Domination Series. Поздравляем! Masters of the Sword — любимый турнир многих игроков, до начала которого осталось совсем чуть... Опа, анонсы! ...чуть-чуть. Первым стартует Solo Mods. Это дуэли один на один в формате ХРВР. За ним клановый модс. Командные бои в формате Light. Ну а пока модс еще не начался, приглашаем принять участие в фановых Blitz Exotic'ах. Это командные турниры, которые проводятся в необычных форматах. Призы победителям, хорошее настроение всем участникам. Подробности по ссылкам в описании. Интересно, а мы сможем участвовать в нем? Это интересно. Надо будет узнать. Может быть, есть шанс поучаствовать. Потому что я бы в Exotic'ах поучаствовал. Там бывают очень интересные форматы. Всю неделю вас волновали модификации. Не, ну что я могу сказать, друзья? Что я могу сказать, друзья? В общем и целом. Видеоблог? Ну, как вам сказать бы повежливее? Нечего. Отмазались с МК-7. Абсолютно вообще глупо все произошло. Абсолютно глупо. Но... Сказали одно слово про МЧ. Одно слово про новый мод. Ну и все. Вот вам и весь видеоблог вкратце. Вообще четко. Просто четенько. Бомба. Просто бомба. Бомба. Бомба.